Всем привет! С вами Metal Blast, я решил назвать серию данных видео The Music Nerd, и поэтому встречайте The Music Nerd, третий эпизод. Сегодня мы поговорим про Doom Metal. Условно в Doom можно выделить три периода. Первый период возник в 70-е годы, это период так называемого протодума. И я думаю, что многие из вас сразу вспомнят знаменитых Black Sabbath, и вы будете абсолютно правы. Black Sabbath, а также другие не особо известные банды, такие как, например, Be Demon, начали играть музыку, кардинально отличавшуюся от всех около-хиповских банд. К тому времени это называли хард-роком или хард-блюзом, но впоследствии критики стали называть это протодумом. В таких композициях, как Electric Funeral, Under the Sun и, конечно же, самый темный Black Sabbath, темп стал существенно медленнее, типичного для конца 60-х рока. Появились зловещие минорные риффы со знаменитым тритоном. Тон гитары стал более грязным, а из-за плотного баса прибавилась так называемая жирность. Что касается лирики. Вдохновившись оккультной тематикой, Black Sabbath начинают писать мрачные, зловещие тексты, которые отлично соответствуют музыке. А теперь по традиции предлагаю послушать. Но, как известно, у Sabbath были и другие песни. Например, такие, как Paranoid, которые теперь признаются классическим хэви-металом. И со временем Sabbath отдалились от своего думового звучания и стали звучать как типичное хэви. Следующий период относится к 80-м и характеризуется формированием отдельного жанра и стандартов звучания классического дума. В 82-м году британцы Witchfinder General выпускают свой дебютный альбом Death Penalty. А между 85-м и 86-м появились и американские пионеры. St. Wheaton's Trouble Pentagram, которые также способствуют популяризации дума как жанра, но остаются верными классическому звучанию Sabbath. Но время идет, и к 90-м формируется сцена экстремального металла, которая создает и новое ответвление дума. Данный период называют второй волной дума, потому что музыка сохраняет в какой-то мере рифовую основу саббота, но все-таки сильно отдаляется от классического дума. Ответвлений довольно много, поэтому давайте вкратце поговорим о каждом. Начнем со сладжа. Сладж — довольно экспериментальная музыка, поэтому звучание различных банд сильно различается. Но по сути основой сладжа является замедленный хардкор, с заметным влиянием классического дума. Стоит отметить, что сладж зародился на юге США, где существовала локальная дум-сцена. Поэтому некоторые команды примешивают Southern Rock. Пионерами являлись такие команды, как Melvin's, I Hate God, Crowbar, Acid Bath и другие. Как уже говорилось ранее, звучание разнится. В одной песне зачастую могут быть скоростные хардкорные рифы, которые впоследствии сменяются медленными и тягучими. Далее мы переходим к Dead Doom. Как понятно из названия, тут идет сочетание Dead Metal и Doom. Опять же, не так все однозначно, нет какого-то определенного стандарта звучания. Некоторые команды сильно замедляли музыку, что послужило толчком для появления Funeral Doom. Сейчас мы послушаем это на примере. А некоторые команды, например, ранее Amorphous, звучали больше как Dead, только с рифами в традициях классического Doom. Теперь самое время переходить к Funeral Doom. Это экстремально медленная музыка. Они вытащили медленные части Dead Doom композиций и еще больше замедлили их. В музыке преобладает низкий, булькающий гром, иногда переходящий в шепот или чистый вокал, возможно, скрим. Бывают также акустические части песен. В ней также могут использоваться синтезаторы, обычно Ambient. Как понятно для создания атмосферы. Песни пропитаны отчаянием, как в плане лирики, так и самой музыки. СТОУНЕР СТОУНЕР Если кто-то помнит, то не так давно я делал трансляцию на эту тему. СТОУНЕР МЕТАЛ отличается, наверное, самым грязным звучанием из всего Doom, за исключением дрона. СТОУНЕР не отличается особой мрачностью и агрессивностью. За счет смешивания с психоделическим роком и большей близости к классическому Doom обладает очень приятным и залипательным звучанием. Темп обычно медленный или средний. Никаких сверхмедленных композиций нет. ДРОН МЕТАЛ Также производная дума, и не совсем музыка в традиционном ее понимании. В ДРОНЕ нет, как такового, привычного ритма. Музыка очень монотонна. Сильно заметна примесь нойза. Вокал обычно скрим или гроул, с наложением дилея и реверба, а также необычной эквализацией. Композиции длятся по 30 минут. Наиболее значимыми бандами в зарождении жанра являются знаменитые «Сан», «Оу» и «Эрт». Не путать с британскими бандами. Как вы заметили, ответлений довольно много. Поэтому не могу досконально рассказывать про каждое. Если вам уж очень интересно послушать поподробнее про какой-нибудь из них, то дайте мне знать. Подборку дума я выложу в паблике ВКонтакте. И не забывайте, лучшая помощь проекту — это репост. На этом все. Надеюсь, видео также было интересным и познавательным. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.